Девушки отдыхают 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 А вместе с ним и важнейший принцип, значит, из обновлений с членов Советов, принцип отзыва депутатов из Советов. И можно сказать, что это вот такое начало отмирания Советов, а вместе с ними и всей советской власти. Поэтому можно сказать, что вот уже в середине 30-х годов четкого сознания и понимания, что такое Советы, почему они нужны. Как должны, вот в то время были совершенствоваться Советы, как в то время должна была крепнуть, расширяться власть рабочих и на предприятиях, и в обществе, и в государстве. Уже как-то это дело, значит, не понималось вполне. Поэтому мы сегодня должны этим заниматься, и мы, собственно, постоянно этим занимаемся. Другое дело, что мы сегодня и специально, значит, поизучаем эту тему, подумаем над этой темой. Ну и у нас созрели уже товарищи, которые в этом деле разбираются очень глубоко, хорошо, имеют не одну статью и даже книги по этому поводу. Поэтому я думаю, что целесообразно нам их послушать. Виктор Аркадьевич, если вы не против, первым начните, пожалуйста. А кто будет готов, руку поднимает, вступает, задает вопросы в свободном порядке и так далее. Унижается вперед. Руководитель. Да, да. Значит, я согласен с тезисом Александра Сергеевича о том, что, значит, эта тема для нас не только одна из наиболее важных, но так вот сложились обстоятельства, что действительно в нашей небольшой могучей кучке вообще-то сейчас собраны почти что лучшие силы в России, которые этим и занимаются. Может быть, себя не очень хорошо хвалить, может быть, не столько потому, что мы такие тут въедливые, а просто другие, другие хреново совсем занимаются. Тем не менее, здесь можно эту логию провести, вот как в свое время, значит, написал Владимир Ильич, что марксист или что-то, так сказать, признание классовой борьбы довел до признания ее туропролетариата, и тот другой не марксист. Но сегодня можно сказать, по крайней мере, для марксистов России, что марксист тот, 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 кто понимает, что Совета – это форма реализации диктатуры пролетариата, причем форма наиболее устойчивая, да, и имеющая под собой объективную основу. Вот это, и этим мы должны гордиться. И действительно, значит, вот те, кто здесь сидит, плюс несколько человек вне этого зала, в Питере, в Ленинграде у нас, это действительно лучшие силы, которые этой темой занимаются. Кое-где есть еще товарищи, в том числе, которые, может быть, получше нас знают хронологию событий, особенно в Иваново, вот очень неплохой там парень Шутов, да, вот этот самый, редактор газеты КПРФ. Ну, он замечательен там, где надо найти исторический факт, надо подтвердить вот то, чугомые закономерности, которые, значит, выискиваем, выписываем событиями. Но вот именно увязывать это сутью, диктатуру пролетариата, и где те принципы ленинские, которые он, система сделает в работе, это все в тех головах, которые прежде всего здесь сидят. Поэтому я думаю, что одно из первых предложений нам бы надо будет и к следующему учебному году, и к нашей совместной работе подумать, как мы в этом плане будем двигаться вперед. Потому что, так сказать, вроде как друг для друга повторять то, чугом мы знаем, и еще раз, так сказать, друг друга агитировать смысла нет, а вот эти знания нести шире, это обязательно надо. Значит, ну, второе, что я еще и еще раз хотел бы подчеркнуть в нашей пропаганде, мы должны подчеркивать, то устойчивость советов, она объясняется именно объективной их основой. Вот опора на организованность людей в процессе труда. Вот этот факт, который никуда не денешь. И поэтому, когда мы говорим советская власть, то для тех, кто от этого шарахается, надо бы говорить, что слушай, а мы ведь предлагаем очень простое, чтобы люди вот эту организованность могли использовать при части в политике. Разве это плохо? Мы же ничего там это, не сразу к реализации репрессивной функции диктатуры пролетариата приступать, а вот, что использовать надо. В этом плане, так сказать, я думаю, что надо еще подчеркнуть, Михаил Васильевич был участником этого процесса непосредственно. То в результате нашей длительной работы, может быть, может, уже лет шесть можно к этому отнести, а то и больше, у лучших товарищей из Компартии зарубежья начало появляться, если не понимание, то внимание к этой теме. И, например, у Компартии Греции в тех тезисах про советскую власть и про социализм, которые они расписали, уже появилось, да, слушай, значит, именно по принципу советов, именно по производственным отругам, именно с опорой на организованность людей в процессе труда. Это только первые. У остальных еще это самое, они на уровне нашей КПРФ. Советы как название. Вот мы советами назовем, но вроде как советская власть почти что обеспечена. Поэтому, конечно, нам надо, значит, стараться, значит, продвигать эту тему и статьями, и газетами, и листовками, и трудами, и участием в конференциях всяких разных. Я думаю, что особое внимание мы должны будем обратить вот на пропаганду этой мысли и продвижение до уровня понимания в системе Родфронта в партии, которая сейчас... А это еще только-только. У меня сегодня товарищ был из Белоруссии, то есть со школьником он задружился, который откололи часть из партии Калякина, помните всю эту историю, которая против Лукашенко выступала и прочее. Решили они вместе образовать компартию, так сказать, ну, на ортодоксально-марксистских позиций, но пришел чем сегодня? Давайте поговорим с вами о теории, о том, о сём. Я говорю, ну, давай, о чём? Да вот, может, не надо так сходу вот про диктатуру пролетариата, давайте пока про диктатуру трудящихся на земле. Вот, понимаешь, соображение так называемого здравого смысла и давление внешних обстоятельств сегодня всех этих, оно в широких движениях, которые не на научных основах, а так возникают от жизни, в том числе в Родфронте, они требуют, так сказать, постоянного, да не то что внимания, а пока внесения хотя бы чего-то. Это очень тяжко. Здесь сходу, так сказать, не возьмешь за грудки, как в партии, ты почему не прочитал или чая, и что не признаешь, не доводишь признание классовой борьбы до диктатуры пролетариата, не является. Поэтому, значит, с одной стороны, я берусь всячески стараться в систему нашей учебы привлекать, то, чего в Родфронте будет лучшего и живого. Но, с другой стороны, вношу предложение и нам, профессорам, и преподавателям активу подумать, как туда, так сказать. И, возможно, надо чем-то заинтересовывать. Вот, пожалуй, что все, чего я по, так сказать, на тематике, чтобы не повторяться. Спасибо, Виктор Аркадьевич. Какие вопросы, может, будут? Есть вопросы? Вопросы? Нет, может, можно как-то вот его сказать несколько слов. Выступление? Да. Ну, давай. Спасибо, Виктор Аркадьевич. Пожалуйста. Что такое советская власть? Вот я 40 лет отработал на заводе, 40 лет собрания были, президиум был. И одни и те же разговаривали. Даже работники говорили, нас хоть на магнитоход записывали. Проводов нет, вот таких толстых, парочных электродов нет. К пятому, к десятому, к двадцатому приходит уголок, швеллер, лист, либо что-то из этого. И без конца сверхурочные. И вот иногда в цехе рабочие даже на меня накидывались, но я не в обиде. Что расстреливать надо? Ну, что это к пятому, к десятому? Пристали не к первому числу. И примет, и к нему патрон. Так вы про советы или про производство? Так вот советы, это вот когда можно было тут же в цехе до 36-го года проголосовать, вот этот вот товарищ уже все, он со снабжением не справился, все, его пора удалять, этого депутата. Давайте нового выберем. Тут же в цехе подняли и выбрали. А что толку? Ну, магнитофон записывал, я потом перестал на собрания ходить, как и все остальные. Спасибо, Владимир Владимирович, пожалуйста. Вот вы тогда говорили, уважаемые товарищи, значит, говорили вот на предыдущем вот это собрании, что вот про советы немножко подготовиться, но я немножко Владимира Дмитриевича дополню это самое. Почему кончились у нас советы, ну вот как бы советы, вот это как бы распались. Мне кажется, что это произошло потому, не подумайте, что я энциклопедию читала. Хотя это так, советы создавались в пятом-седьмом году, но советы, вот под слово советская власть, это правда, я согласна с Владимиром Дмитриевичем, там должны быть представители рабочих, крестьян, солдат. Ну, я не буду там цитировать, как по энциклопедии, а что произошло, не будем там про шестой съезд говорить или, который снимал даже лозунг советской власти, что даже в 70-80-е годы, вот это правда, Владимир Владимирович, даже у нас на производстве, если в депутаты отсылали, очень часто начальников, высых руководителей, нет, Михаил Васильевич, я не про интеллигенцию говорю, рабочих, крестьян как-то в советах просто, ну я не знаю, были, но в основном я знаю, что просто как руководство просто, понимаете. И это, возможно, привело к тому, что рабочие крестьяне, вот солдаты, которые вот как это было в революции потом, после вот этого, 17-го года, ну я вот досконально не помню историю, что вот когда действительно, вот, как лозунг, вся власть советом, то есть совет это представители рабочих, крестьян, ну то есть простого населения, что просто туда встали влезать, не, но интеллигенция-то это интеллигенция, да, вот есть вот так, а вот встали влезать, понимаете, даже туда мензевики, эсеры, там, ну, понимаете, вот всякие такие. Из-за чего, почему на сустом съезде даже был снят лозунг, вся власть советом, хотя в 5-7-м году советы как таковые создавались. Просто вот мое мнение, почему вот советы как бы прекратили существование, что туда много кто стал, понимаете, пролезать, вот реально, которые потом от ослика Ельцину и туда дальше. Это я вот сказала. Спасибо. Ну, во-первых, здесь надо сказать, что рабочие и крестьяне в советах были до самого последнего времени. И, скажем, если посмотреть статистику, даже вот тут, при 36-го года, 50-е, 60-е годы, то во всех уровнях, значит, 50-50, 51, 49 процентов занимали рабочие и крестьяне. То есть половина была совершенно четкой. Теперь, что касается последних Верховных Советов и Съездов Советов, то там коммунистов было 85 процентов. И мне это не помешало им принять, значит, антисоветские, антикоммунистические. Членов КПСС. Да, членов КПСС. Да, хорошо. Ну, и мне кажется, что действительно, вот одна из трудностей, которую подчеркнул Виктор Аркадьевич, состоит в том, что действительно нужно развести в сознании людей слово «советы», всем знакомое, известное, понятное, и понятие «советы». У нас сейчас страна Совета, все Советы. Да, все вот так шутили в анекдоте, дескать. У нас страна Совета, все советуют друг друга. Теперь, Совет Старейшин там где-то был в древности, там военные Советы, Совет Филях, вот знаменитый Кутузова, Ученый Совет, Совет Труда и Обороны и так далее. Совет Депутатов Кузбасса. Да, везде Совет, Совет, Советы. Так о чем идет речь? О чем идет речь? Что собрались, да, вот сейчас есть Совет Депутатов. Собрались, назвались Советами и все. Не в этом дело. А дело в том, что, значит, это группа людей, совещательный орган, и руководящий потом, руководящим становится органом. Значит, он формируется из работников данного предприятия, из рабочих данного предприятия. Это не мешает в этот Совет включить тех специалистов, инженеров, там может быть ученых каких-то, в которых рабочие уверены, что эти интеллигенты защищают их интересы, защищают последовательно, и они могут свой Совет кооптировать. Или, скажем, не свой на предприятии, в районный Совет, или там в областной, или еще куда-нибудь. То есть не стоит иметь в виду, что вот там будут поголовно рабочие, а интеллигенции там будут от футболка. Ну и что касается партий, то вот сейчас мы как раз хорошо видим, что, с одной стороны, есть потребность, чтобы партии помогали профсоюзам. Любые, помогите, пожалуйста. Но так особой-то помощи нет. Партии не рвутся ни в профсоюзы, ни на производство, и там соперников или конкурентов у нас нету. Наоборот, пожалуйста, приходите, помогите. Ну а те партии, которые здесь проявят себя хорошо по-деловому, естественно, они получат авторитет в Советах. На уровне предприятий, значит, а если на уровне предприятий получили авторитет, значит, пойдут и в районы, и в города, и в комиссии. Вот только такой вопрос. А вот как в Китае, я вот несколько раз, три лет назад, вот просто слушала, ходила, ну вот, коммунистам было открыто такое собрание, говорили, вот компартия в Китае, например, в данный момент, хотя там не совсем советская власть, она, тем не менее, контролирует, насколько я понимаю, деятельность, производство всего, чтобы реально не распадалось. Вот у нас, допустим, может компартия, вот хотя бы, допустим, вот Дзюганова, да, КПРФ, да, вот она как бы властвующая, да, она может хотя бы, ну то есть, ну вы понимаете, она может хотя бы это контролировать, то, что идет спад производства, кризис, она нет. А вот в Китае компартия, она как таковая контролирует, вот потому что я вот слушала, вот давно это еще было. Спасибо. Михаил Васильевич, по-моему, имеет хороший ответ на этот вопрос. Михаил Васильевич. Я хотел бы сказать, что мы взяли такую проблему, которая не является темой одного, которую нельзя поставить рядом и сказать, что вот такие проблемы, такие, такие, а вот проблемы. Я думаю, что все, что мы делаем, все, что мы делаем в порядке теоретической подготовки, необходимо для того, чтобы советы не были, преми советов и депутатов, не были кивалами. Если они будут кивалами, то эти советы также могут сгонить. Проблемы? Да, это во-первых. Во-вторых, дело в том, что сама эта проблема, ну, выросли, Виктор Аркадьевич, насчет того, что нам все ясно, потому что нас мало изучены. Почему? Ну, вот, даже в том варианте, когда товарищи из Белоруссии говорят, что советы для вас трудящихся, действительно, вот выйти к народу и сказать, давайте, кто за диктатуру притрята, я думаю, очень мало будет, пойдет людей. И если в 18-м году вышли и сказали, давайте диктатуру притрята, это не с такими лозунгами. То есть, вот, что такое, который притрята, это сущность. А сущность, это то, что глубоко. То, что, в общем, даже и не все и понимают. А что такое совет? Это выявленная сущность. То есть, действительно, диктатура притрята есть. Нету вот этой самой советов, нету диктатуры притрята. Сколько угодно можно книжки писать на эту тему, выступать, и нету этих самых советов. Поэтому, а что такое выявленная сущность? Это действительно, что мы можем сказать про советы? Что же это такое? То есть, вот мы все время ищем формировки, как все-таки, в каком соотношении находятся советы, советская власть, диктатура притрята. Я к стыду своему хочу сказать, что я через 30-е подготовки к печати сборника, главного ленинизма, вдруг в двух местах обнаружил, что у Ленина говорится однозначно, что это организационная форма. Диктатура, такое понимание, в корне меняет дело. Если это организационная форма, то есть у вас форма не такая организационная, то у вас не будет никаких советов. Поэтому, если люди за социализм, за коммунизм, за все, что хочешь, но они не согласны с тем, чтобы депутаты были производства, и чтобы опора была на производство, не будет ни социализма, или будет временный социализм, временный коммунизм. У нас, так сказать, временный быстренько разваливается, особенно там, где это вот не было на большом корне. Это во-первых. Во-вторых, что надо принять во внимание, раз это форма диктатура прорекрята, то в форме есть то, что противоположное диктатуру прорекрята. О ее отрицании. Поэтому, вот так все-таки ставили большевики вопрос, что мы, если там большевики, то мы за совет. Если там не большевики, то мы просто. За советы были и тогда, когда там были и меньшевики, и СССР. Почему? Это вот то поле, то поле, если это организационная форма, по сути своей, диктатура рабочего класса, значит, это та форма, где партия рабочего класса, а там выиграет в конечном итоге, и может выиграть. Может получить большинство. Осуществлять может с помощью этих советов диктатуру класса. А не диктатуру партии, которую предлагал Зиновьев. Да, так сказать, он и предлагал партии, так сказать, всерьез. И еще Сталин ему объяснял, что все-таки не класс для партии, а партия для класса. Так вот, в форме советов может идти борьба, могут быть меньшеверы, и вообще без борьбы вообще ничего не делается. И мы не должны так приготовиться к тому, что вот если будут советы, то и закончится борьба. Борьба-то и начнется в советах. За что? За постоянную, постоянная борьба, за то, чтобы рабочий класс и в советах действительно делал власть. Но в советах эту борьбу выиграть можно. А в парламенте эту борьбу выиграть никогда еще. Ни один вопрос, глубокий вопрос жизни народов, не был решен в парламенте. Об этом я не дал. И никаких исключений, никаких исключений история нам не дала. Поэтому можно сказать, что советы – это форма разрешения противоречий. Причем такая форма разрешения противоречий, которая благоприятна для утверждения и развития диктатуры пролетариата. А другие формы, они тоже формы разрешения противоречия. Вот неплохую систему создали в 30-е, 40-е годы, система управления. Но эта система не диалектическая. Вот придет болван или предатель, как Рущев. И эта огромная централизованная система, которая прекрасно работала при Сталине, крутится прямо в противоположную сторону и начинает разрушать всю страну. Если пришел такой негодяй, как Горбачев в КПСС, то нет никаких таких серьезных противовесов. Вот мы участвовали. Виктор Аркадьевич на съезде был в 28-м. Выступал, говорил, что это приведет к разложению и уничтожению КПСС. Послушали его. Треть проголосовала. А две трети проголосовала за движение на рынок. Что можно сказать? Ну это партия проголосовала. Партия-то КПСС проголосовала. Кто-то там из-за границы приехал и нам навязал капитализм. Извините, КПСС. Значит, как же таки вот, как устроена была у нас политическая власть, что две трети членов КПСС проголосовала за движение на рынок, за движение по существу капитализма и частной собственности. И наоборот. А вот те люди, которые стояли на почве маршизма, оказались в меньшинстве. Вот нам такая форма организационная не нравится, когда люди, которые стоят на позициях рабочего класса, в меньшинстве. Мы выступаем за такую организационную форму, где рабочий класс может и рассчитывать, и может получить. И легче получить большинство. Потому что в любом случае за власть надо бороться. Причем постоянно. За удержание власти все партии борются, в том числе кружазные. Но они борются за удержание власти своего класса. Партии рабочего класса нужно бороться за удержание власти этого класса. А если эта вот организационная форма нарушена или разрушена, значит шансы резко падают вниз. И, так сказать, недолго удержаться власть не может. Я хотел бы привести пример биологический. Вот кожа. Кожа не главная в человеке, правильно? Потому что есть сердце, есть мозг, что там лучше. Если 60% кожи обожжено, человек умирает. Сами по себе советы. Это, так сказать, как бы беспартийная организация, правда? Там же могут быть представители разных партий, люди с разными взглядами, с позициями и так далее. Ну а партии, партии это вот длиницы, без которых вообще сами советы ничего дать не могут. Тоже. Если, так сказать, там партии не будет рабочего класса, то есть не будет у рабочего класса головы, то рабочий класс победить не может, и не может, главное, свою победу удержать. Без советов то же самое. Это как бы вот то, что, конечно, представляет собой дальнейшее, так сказать, развитие. Дело в том, что если есть только интеллигенты хорошие, которые ходят в партии, правильные вещи пишут и говорят, это очень приятно для этих интеллигентов. Вот Марс и Энгельс все время писали про капитализм и коммунизм, но никогда не жили ни при коммунизме. Никогда. Вот Марс жил при капитализме и писал капитал. Что тут такого? Был Ленин, написал развитие капитализма в России. Что тут такого? Империализм. Да, написал империализм как высшая стадия капитализма. А что тут, собственно, такого? То есть, вот вопрос. Вопрос в том, что вот действительно создано было другое совершенно общество. Как его удержать? И я согласен, Александр Сергеевич, что это главная проблема. Для коммунистического удержания сейчас. Если вы не собираетесь обдумать, как советскую власть сохранить, и хотите на новый круг пойти, как говорится, на новый, снова еще раз, посадку, которая кончится тем же самым, то лучше это не начинать. То есть, чтобы такое начинать, нужно как следует обдумать. Разбитая армия хорошо учится. Поэтому мы призываем всех очень к учебе, по той простой причине, что иначе нечего рассуждать о революции, о социализме, о коммунизме, о политике, о политической борьбе. Вот мне когда говорят о политической борьбе, я хочу все узнать. Мне кто-нибудь разъяснил, что... Вот я сейчас понимаю, что авиодиспетчеры сцепились с генеральным директором, который утверждает правительство, и требует его снятия. Это политическая борьба. Она сразу вытекает, прямо вот раз-раз-раз из экономической. Ну, а если какие-то мы мелкие вопросы решаем, тогда это не политическая борьба. То есть, если была борьба за права определенные, трудовые, но она доросла до проекта, трудового кодекса, и в поддержке этого проекта принимали участие крупнейшие профсоюзы, и те же авиодиспетчеры голодовку сделали в поддержку проекта фонда рабочих грехов. Это политическая борьба. И в Думе голосовали. И дали Жириновскому во время митинга по голове палкой. Женщина дала ему, после этого он воздержался по вопросу о голосовании. Не стал против нашего проекта выступать. Это политическая борьба. И один с перепугу от «Единой России» проголосовал за проект фонда рабочих академий. То есть, я хочу сказать, что мы, конечно, безусловно, должны идти вширь, но чем больше мы пойдем вглубь, тем больше мы пойдем и вширь. И по мере того, как мы идем вширь, мы должны углубляться больше, только тогда мы за короткое время для большей массы людей можем это соответствующим образом преподать. Потому что кто ясно мыслит, тот ясно излагает. И поэтому я хочу сказать по итогам наших занятий в этом году, что те люди, которые сегодня, которые делали доклады в этом году, ну, это все доклады были новые, каждый к ним очень готовился. Ну, я знаю и слышал доклады всех этих товарищей, и я хочу сказать, что для каждой все время искал. А вот, это ведь аудитория, мы ведь не на улицу пришли, и не в студенческую аудиторию, где на программы и так далее. Это люди, которые имеют жизненный опыт, которые имеют позицию, и которые не просто так вот подумаешь, им будешь говорить, и скажешь, что ты такой, и тихо, и они будут слушать. Нет. То есть, это очень такая школа. Учеба для тех, кто у нас здесь выступает, в том числе и для людей, специалистов. Одно дело, у нас специалистов полно. Это страна. А специалистов, которые могут работать с рабочим классом, и действительно, соятные, у нас их очень мало. Очень мало, и это для нас тоже большая школа. Я думаю, что это школа тоже подготовки советов. Я, кстати, Александр Сергеевич, не видел бы ничего страшного, если бы, скажем, специалисты были бы и за рамками советов. Вот советы решают, а они, консультанты советов, выступают, советуют, предлагают. Вот специалисты пускай советы. Точно так же, как правительство, самонарком, оно не было в совете. Вот Ленин, который возглавлял. Кто там? Ленин не был в совете. Зиновьев был. Каменев был председателем сначала в цех. Его сняли, поскольку он стал выступать за однородное социалистическое правительство. А так вообще говоря, ну вот кто должен решать? Решать должны те, кто работает, непосредственно правильные блага. А те, кто, значит, могут, скажем, хорошую идею сформулировать, пусть идут, придут и сформулируют. А если я не сформулировал идеи, которые поддержат рабочие и крестьяне, собранные в совете, то я не интеллигент. Я же интеллигент, если я не могу, так сказать, убедить людей. Я что, голосованием должен убеждать? Ну, если голосованием убеждает, то я не интеллигент. То есть я думаю, что, мне кажется, правильная конструкция, так сказать, вот люди, которые в советах, это непосредственно производительные материалы, кому придется тягото нести принятых решений. Вы решали, вот теперь выполняйте. А мы не решали. Мы только вот обсуждали, мы вам советы давали, а вы советы можете не принять. Очень важно, чтобы люди сами решали и сами исполняли. Это вот одна из характеристик советов. А эти все орут сейчас о разделении властей. Я вот принял решение, а нам остальное плевать. Вот одни, значит, решают суды, а судебные приставы исполнителей потом исполняют, не зная что. И они становятся дубиной тупой, которая совершенно не в состоянии понять, о чем идет речь. И так далее. Но я не буду эту тему дальше развивать. Я хочу сказать, что осмыслить вот то положение, которое у Ленина неоднократно высказывается, что Совет – это организационная форма диклатуры, это очень важно, и мы призывать будем народ, то ведь к созданию советской власти, которая по сущности будет, конечно, диктатура. А что касается диктатуры патриата, это то, на чем стоять будет партия рабочего класса. Потому что партия Союза единомышленников, если в партии люди не за диктатурой патриата, их надо гнать поганой метлой. Как Ленин говорил, что тот, кто не понимает, то должна быть либо диктатура патриата, либо диктатура буржуазей, тот либо безнадежный идиот, либо политически настолько неграмотен, что его не только на трибуну, но и на собрание пускать стыдно. Спасибо. Какие вопросы, пожалуйста? Дай, пожалуйста. А были ли, я уверен, что должны были быть дискуссии, в общем, политическом периоде с того периода? Что-то было, видимо, и против перехода, перетеряли принципы. По этому вопросу могли быть? Да, сказать я по этому поводу могу. Могу я сказать, что мне неизвестны такие дискуссии. Что никто не знает? Да, это во-первых. Во-вторых, насчет вашего удивления, я могу сказать, что я, прочитав полное собрание сочинений, на это не обратил внимания. Чего? Ленин. Ленин не обратил внимания. Я вам честно, сердечно признаюсь. Потом, значит, наши товарищи. Откуда я впервые об этом узнал? Впервые об этом узнал, кроме того, что Ленин прочитал и не заметил, что, между прочим, по производству должно быть все построено. Что суть Совета в том, что это выборы по производству. С этим выступал Алексей Алексеевич Сергеев, нам с вами известный, который был кандидатом в вице-президент от Огненного фронта Рудящихся. И он публично и на многих конференциях выступал, и, так сказать, я как-то слышал, и это отложилось в память. Потом Василий Акчельмеев с этим выступал неоднократно. Виктор Георгиевич Долгов делал доклад в Петроградском райкоме партии, и по этому поводу, где присутствовал и первый секретарь Ленинградского обкома КПСС, Соловьев, они, значит, сидели, послушали. Тогда первый секретарь Райкова, товарищ Раков, все это собрал, зрелище. Мы выступили с этим, со статьей «Бенинградской правды» по этому поводу. И вот меня, товарищи, попросили, говорят, ты вот прочитал Ленина, ты можешь посмотреть, где у Ленина? И я тогда сделал соответствующий форки и удивился. Как можно вот так вот читать, а не заметить? То есть я из этого я сделал вывод, что, вот, скажем, представителей партийных, я так думаю, это было не, это не ревизионизм, то есть дело не в том, что люди сознательно, так сказать, поменяли, а в том, что это... И где вот даже Ленин, но Ленин где закрепил? Он в программе закрепил? Только в программе. А где, в каком документе? Вот у нас издана большим пиражом газета про социализм, народная правда. Мы ее раздаем, там добыли мы инструкцию о выборах с моим коллективом. Между прочим, инструкции, такие вещи интересные, что явка должна быть 30% достаточно. На фоне того, что у нас теперь вообще нет никакой явки на выборы, никакой планки. То есть это очень много. Ну и явка, это чем я имею в виду? Ну 30% люди в какой-то смене работают. Совершенно нормальным, естественным путем. Люди вот есть, пришли на работу. Вот работа их, организовывать, чтобы они осуществляли свою власть. А не то, что придите сюда, вот сюда вот пришло, допустим, 20 человек. А если бы всех пришли, там было бы 200 человек. Это и разница, если бы там это все проходило. Поэтому, ну вот с этой точки зрения, надо сказать, что освоение вот этой темы, этой проблемы, о том, что такое советы, оно только начинается. А еще немножко. И я думаю, что то же самое, что с нами происходило, с нами происходило и раньше. Только нас просветляет событие, контрреволюционные события в СССР. И предательство КПСС. Это нас просветляет. А тех товарищей, которые тогда были, в 36-м году, их успехи, которые были, ослепляли. Все хорошо, наши люди из рабочих пришли. Какие тут, что тут думать? Вот они, это у нас есть наши красные командиры, у нас наши красные наркомы. Все красные, все красные, а потом оказалось, что в середине белые. Это было юридически. Михаил Васильевич, пару слов. Про Китай. Был такой вопрос по Китаю. Как там с диктатурой пронарьера, с советами? Значит, вы же знаете, что Китайская Коммунистическая партия вела очень большую полемику после 20-го съезда с КПСС. В стороне от имени КПСС эту полемику ввел товарищ Суслов. И у нас были очень тяжелые отношения с Китаем, дошедшие до кровопролития, которые прекратили эти тяжелые отношения со смертью Петух Суслова. Вот Суслов умер, на следующий день стали хорошие отношения. До этого видно, что вот это и есть тот самый дегодяй, Суслов, который отставил идею выкидывания депролитариата. Что касается Китая. Китай тогда очень сильно подчеркивал, сейчас что-то Китай не очень подчеркивает. Китай в документах последнего съезда везде про рынок, про социалистический рынок. Поэтому он начитался многих всяких произведений и неизвестно, куда эти произведения его приведут. Но там сохраняется то, что было выброшено вот в период выбрасывания всех основных звеньев депролитариата. У нас, скажем, было право контроля за деятельностью администрации на предприятиях УКПСС, партийной организации. Партийная организация принимает решение и снимает генерального. Ну то есть там еще есть процедура там. То есть это уже гарантия, что это снимать. Право контроля очень сильное было. Китай при всех этих частных собственностях и при всем партийные комитеты контролируют всю хозяйственную жизнь. Поэтому там товарищ Кудринман даже сказал, что в Китае они могут принять решение и тогда так и будет. А у нас могут принять решение, только ничего не будет. В этом и разница. Поэтому в Китае есть, конечно, элементы, так сказать, я пытался найти, когда был в Северной Корее, пытался найти какие-нибудь там поближе следы, нет ли там советов, не нашел. Но это вот закрытая для нас тема, потому что китайский язык сложный. Спасибо, Миколай. Пожалуйста. Простите вопрос, может ли это связано быть, что вот Китай вот так вот просто не дал, вот как вот у нас вот так свалилось, что вот фактически компартия вот в Китае все-таки дорегулирует и перезвоз и все это, то Китайцы просто сплочены, велась идеологическая борьба, ну то есть пропаганда, ну не как это сказать, обучение, это не так, как у нас, что вот в один прекрасный день раз и все развалилось, что у них все-таки доподнадзорно, понимаете, под бдительностью. У нас не в один раз, в один раз и все развалилось. Ну нет, ну это просто выразились. У нас, если я хочу, если уж, сказать, ну вы техносноязычных, если уж, нет, ну это не косноязычное, просто так не было. На самом деле она была борьба все время с теми, кто отступал от ленинизма и от марксизма. Она была на практике, было создано Общество научного коммунизма, потом был создан Объединенный фронт трудящихся, потом было создано Инициативное движение России, потом Компартия Российской Федерации и испугались, закрыли КПСС, потому что испугались. КПРСФСР в своей программе действий у революционистского не имела и мы вот здесь присутствующие принимали участие в составлении этой программы. Виктор Аркадьевич учебница по КПРСФСР, Виктор Георгиевич Долгов летом сидел и писал программу поллет, я на вторую половину приезжал, там не было никаких этих, и поэтому нужно было, они думали, что они во главе с КПСС, как вот сейчас вместо Единой России пойдут, не получилось так, им пришлось, пришлось закрывать КПСС, поэтому не так было, чтобы в один прекрасный момент ничего не развалилось, мы потерпели поражение, но силы, которые разваливали Советские Союзи, это были большие контрреволюционные силы, вызревшие в нашей стране, а вот почему они вызрели, это мы не обсуждаем, если вы не выйдете иметь советы, они будут вызревать, даже при социализме, очень здорово, потому что почва для этого есть. Спасибо, Михаил Васильевич. Все, все вопросы. Потерянуть мы еще. Значит, советы, это выступление или вопросы. Нет, от выступления. А я пока отспрашиваю вопросы. А кому вопросы? Так, все вопросы? Все. Я хотел бы сказать, что отзыв потеряли, значит, и советы потеряли, и формы... Ну, не значит. Это микроузнекление. Так, кто хотел бы выступить? Вот, товарищ. Вот я немножечко дополню Михаила Васильевича, он правильно говорил, что это система, собственно, не диалектическая, но на самом деле, в общем-то... Ну да, на тот момент она была... Правильно, вот то, что в 30-е годы, так сказать, была система управления, на тот момент она отвечала по требностям, вот. И, так сказать, потом, впоследствии, уже Сталин понимал, уже после войны, в начале 50-х, и он пытался это дело менять. Много и не успел, только и всего лишь. Вот. Он, как марксист и диалектик, он это, как говорится, не беспокойтесь, понимал. А вот насчет юридического закрепления, вот вы говорите, однажды профессор Огородников Владимир Петрович привел замечательный пример из путешествия Голливера, когда он уезжал из страны лошадей, вот, был униенцем, главной лошади, и, так сказать, и он спросил, как у вас урожай, мовса? И она ответила, что, вы знаете, раньше, как говорится, было плохо, год на год не приходился, а потом уже мы, так сказать, издали указ на то, что урожай будет нормальный все время, и, как говорится, с тех пор мы проблем не знаем. То есть, вывод о том, юридически, не надо впадать в то, что вот мы записали, и, значит, все прекрасно. А что записывали? Отзыв, потеряли отзыв. Отзыв, так сказать, отзыв был до 70-х годов, отзывали. На самом деле, отзывы были, так сказать, но дело не в том, я говорю, дело не в том, дело в том, что это не нужно уповать на, так сказать, юридическую запись. Я почему и привел пример, такой, что записали, и успокоили. Законов можно написать, и напринимать кучу. так сказать, Юрий Мухин пробивает закон об ответственности власти перед народом. Прекрасно, я бы на месте правительства даже принял бы, только не выполнял. Вот и все. законы есть, но... Законов? Ало, и очень хороших. Ну, в принципе, так что, дело не в этом. На тот момент, на тот момент, видимо, это было, так сказать, наиболее рациональный способ. Да, конечно, потому что, так сказать, это тем самым расширялась, так сказать, база. Вот таково мое мнение. Вы хотите наступить? пожалуйста. Вы наступите. Значит, здесь вопрос, в чем стоит, почему вот наша советская власть, когда она была советской государственной диктатурой пролетариата, оно не выполнено своей главной цели, построение полного коммунистического общества и ликвидация государства любого. И речь идет о ликвидации государства. Значит, государство, оно, откуда идут истоки разгрожения руководства, разгрожения государственной власти. Дело в том, что при разделении труда, когда имеет место разделение труда между людьми и имеются специальные люди, управленцы, у этих людей совершенно объективно имеются интересы отличные от интереса трудящих, от интереса рабочих. Или корпоративные, личные, но это объективно так существует. Значит, и здесь вот говорят, что вот надо выбирать таких людей, каких-то особых людей, коммунистов, особо преданных, которые вот эти интересы, значит, свои отодвинуты, которые будут, невзирая на эти интересы, продвигать интересы рабочего класса. Но вот от этой позиции, оно вот ведет немножечко утопизмом. Вот здесь мне про ссылки пришел хороший материал по Северной Корее. Вот Северная Корея, это наиболее нынешнее время считается жесткое социалистическое государство, с жесткой централизованной экономикой, где вот нет элементов рыночной экономики и так далее. Там говорится, что в последнее время там вот какие верения появились? Вот предприниматели, там достаточно большой, утверждают авторы, там, в Сеул там сбежал какой-то, и в общем-то это похоже на правду, достаточно большой сектор частно-предпринимательский. Как там это организовывается? Очень просто. Человек пригоняет, скажем, из Китая семь грузовиков. Эти грузовики, этими грузовиками владеют, на них сидят его работники, он там возит чего-то, грузы перевозит. А как же так? Там же нет частного бизнеса. А эти грузовики, они формально числятся, если на государственном предприятии, то 100 долларов в месяц директору с грузовика. Если в войсковой части, 200 долларов командиру части за грузовик в месяц. И ездят от военной или государственной грузовики, а она, по сути, они частная. И по ряду косвенных признаков можно судить, что у нас в стране по крайней мере 70-е и 80-е годы, а возможно и всегда, где-то что-то такое вот был какой-то неучтенный сектор. Но в частности доказательством этому служит страшное взробное сопротивление внедрению систем автоматизированного учета. Это очень большая борьба-борьба и она кончилась, в общем-то, поражением сторонников внедрения таких систем. Это тоже показатель. И вот если посмотреть на это разражение, когда оно началось, Кочетов в романе «Могни и бьют по вершинам», он упоминает, что еще в НЭПе, приют НЭПа, в Петрограде, 23-24 год, вот у государственных фабрик стоят откровенно грузовики, затариваются там продукции этой фабрик и везут продавать на рынок куда-то в НЭПовские рамки, там дефицитные продукции по госценам, везут продавать по рыночным ценам, как у нас было в конце 80-х, один к одному, я поразился, как Кочетов мог, умерев в начале 70-х годов, предвидеть так, что у нас будет в конце 80-х. Естественно, это не могло существовать без, как бы сейчас сказали, ментовской крыши, ГПУшной крыши, обкомовской крыши в конце концов. И там же описывается, как вот Зиновьев проводил так называемые испевки, мероприятия в обкоме, куда приглашались коммунисты, там пьянки типа были, вот мор не бьют по вершинам неоконченный роман Кочетов, очень он в этом смысле такой хороший. И вот, тем не менее, вот, и действительно, это вот показатель того, что юридически, юридическое, конечно, тисто закрепление в законах, оно не дает гарантий от перерождения в условиях разделения труда. И почему для нас сейчас эта тема, даже вот еще, когда вроде до взятия власти очень далеко, и для нас только актуально, потому что то же самое происходит и в профсоюзах, мы видим. Люди загнивают в профсоюзах, еще вчера вроде бы казавшиеся достаточно надежными. И, в общем-то, этот процесс, несмотря на то, что там вроде как юридически все это можно решить, провели собрание по бригадам, постановили там переизбрать председателя правкома и переизбрали, вроде бы там это все так, и собрали конференцию. А вот опять же, а кто будет собирать конференцию? Кто здесь имеет преимущество? Рядовой какой-то инициативный работник, которому не нравится, что правком загнивает? Или люди из того же правкома, которые освобождены, и которые имеют время и зарплату немаленькую, и они только занимаются всякими вопросами бюрократическими с разы в той же конференции и так далее. Это вот очень больной вопрос. И вот все-таки вот, и надо сказать, что здесь вот в чем выход виден. Вот Ленин старкнулся с этим. У него сначала, видимо, были немножечко наивные представления об этом в эмиграции, в подпольных условиях. А когда он пришел к власти, он вот увидел, что и рабочие загнивают, и все загнивают. Вот он что писал вот у него? Надо все время втягивать в образ самых неграмотных, самых вот таких рабочих с самого низа. Рабочий, который побывал в Абрасте и приобрел опыт управления, от них надо избавляться. Вроде бы, на первый взгляд, парадокс, ну а почему? Потому что человек наряду с опытом управленческим, позитивным, он приобретает опыт специфический к тех, что как вот это самое, куда без мудро влезть. Поэтому он вот, и у Ленина даже где-то есть, что вот пять лет человек, если отработан на выборных должностях, это уже такой уже рабочий, не в парне, парноценный, его надо заменять рабочими. Вот тут аналогия, определенная статильным кругом. Вот все время надо, чтобы вот новые, новые, новые вылезали, вот эти иски, которые сыпятся, да, это зернышки, которые выпали. Вот надо, чтобы все время вместо них новые, 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 новые. И без этого максимально широкого втягивания, втягивания все новых и новых трудящихся, новых и новых рабочих управления, без этого, без буравливания вот этого вглубь никуда не деться. И у нас тоже определенные ошибки были. Если мы вот говорили, что вот надо искать рабочих лидеров, умных, значит, торговых, с ними работать, их растить. И вот, так сказать, умные лидеры, вот Юрий Львович Рысев. Ну да, он, так сказать, сейчас ведет определенную работу, пытается, он старшим преподавателем, сейчас работает у нас в политехе. Но, тем не менее, вот у него были, он большим, очень опытный человек, он вообще смелый, опытный, умный, энергичный. Если бы он бы, скажем, не к нам в политех ушел, а стал бы председателем циркома, докеров, самой крупной компании Порта, первой стивидорной, там была бы другая обстановка, возможно. Вот, ну вот, почему-то, кто там с ним какие беседы вел, что там ему говорили, этого мы не знаем, но, тем не менее, вот, имеем то, что имеем. Он там, в Портон сейчас не появляется практически, ну да, он на Ленинской конференции бывает, он, у него убеждения сильные, он интересуется этим всем. Ну вот, тем не менее, вот, а вот с зацеплением вот этих широких рабочих масс у нас туго дирам стоят. Все, прошу прощения. Может быть, вопросы будут? Пожалуйста. тем не менее, вот, он сейчас говорил про Корею, вот не будем затрагивать там губы Китай, он сейчас остался фактически так мало стран. Нет, Иван Михайлович об этом не говорит. Нет, я не про это. Я хочу спросить, Северная Корея удержится на позиции социалистической? Это не его проблема. Я думаю, что сейчас там подпора какого-то... Я делаю не в давлении извне, делаю вот в этом вот внутреннем раздражении, которому вот я просто вот на кафедре даже у нас ставкился. Вот, придя на кафедру и будучи заведующим гаражом в 89-м году, я вот ставкнулся с тем, что и воровство у нас там определенное было, и то, и все. И сейчас вот я вижу, что вот мои товарищи, еще даже морожен меня, которые, в общем-то, и доставили, можно сказать, прокоммунистически настроены и все такое, сейчас они у нас тоже поднялись, там за фрабом встали. И опять вот это вот все накатывается. Здесь главная опасность для Кореи не снаружи, а главная опасность все-таки вот этого раздражения внутреннего, как мне видится. И пока что, ну, я не владел в ситуации как-то. Это вот у нас товарищи там были, а это самое, да. Мне, что-то кажется, что вот ваша концепция, что давайте неграмотных привлекать, а тех, которые... Неграмотных, а широко. Ну... Сразу выталкивать. Она прозвучала. Она прозвучала. Прости, и надо. Это самое. Ну, оно... А молотые... Ну, в культурной войне тоже, так сказать, плетли-то наши. Они не вонючих шкурах жили в пещерах. Они тоже такое... Это у вас выступление. Нет, я вопрос... Ну, вот здесь, конечно, надо и так тупо. Нельзя, конечно, что вот обязательно там Попова с Казеновым вышвырнуть на их место, там, где-то кого-то неграмотного. Это так тоже, так сказать, перебор. Но вот надо все-таки понимать, что растить надо внутри, чтобы это самое... Ну, как сказать, чтобы все, наоборот, росло, чтобы... Новое росло. Это вот еще крыло, говорит Алексей Николаевич, что вот вы одного воина вырастите, такого супер, а его накануне битвы он что-нибудь не то съест, его понос проберет, и все, и войску вашему кранте. Ленин договорил поголовно привлекать. Поголовно, то есть выходить, преодоление разделения труда. А вот еще хочется поголовно выгонять. Преодоление... Ну, это... Нет, я такого не выгоняю. Я виноват, если меня так поняли. А, ну вот. Надо преодолевать разделение труда между управленцами. Вот, я как раз тоже хотел на этот вопрос обратить не мальчик, что и Виктор Аркадьевич. И теперь я понял, что вы неудачно выразились. Что, значит, тех, кого мы приняли, они там пять лет поработали, и через пять лет надо всех выгонять. Может быть, и так. Значит, что там и рабочие даже забюрократизируются, многие, это правильно. И, конечно, от них надо избавляться, так же, как и институтов и всех прочих. Не избавляться. А избавляться в руководстве. Ну, вот, чтобы проходили, но... А раз вы этих, значит, выгнали... Не выгнали. Новые пришли, новые учатся. Нет, а новые, они все... Не в том, чтобы они научились и там сидели. На училище, хорошо. Может, как раз, определенные, а что такого-то? Если новые, более торговые, так и хорошо. И ротация, что... если идет ротация, ну, как говоришь, с установленным порядком, это да. А вот убили в этом. Знаем, что вот, пять лет прошло, товарищи... А если, как выразился Герасимов, выгонять через пять лет... А почему нет? Ну, потому что... Ну, а почему нет? Это не по-человечески. Как не по-человечески? А что, по-человечески держать, что ли, до скончания века? Не надо до скончания века держать. И держать, и выгонять. Да. Вы кадры должны растить. Растить. Это хорошо. Если будет через пять лет смерть, то к этому надо стремиться. Я не говорю, я не говорю, чтобы формально выгонять через пять лет, так чтобы... Да. Ну, не говорим, можно о Корею, пожалуйста. Я хотел один пример привести тут, поскольку про Корею. Мы с Михаилом Васильевичем там бывали. Вот мне зав. отдела ЦК говорит, а у нас такой принцип, чтобы не отрывались от народа, раз в год, значит, направляют в первичную парторганизацию. секретарем, независимо от должности. Я думал, ну, подумаешь секретарем, я тоже секретарь первичка, у меня там кабинет, машина, секретарь даже был еще. Секретарем говорит, он говорит, не в такую первичку, Визарка, а вот там у меня первичка, говорит, полевая бригада, и мы занимались тем, он там секретарем ее был, что носили дрова на сопку. Вот там для какого-то поста, для чего-то. Вот он месяц был секретарем, и вместе с ними... Несвобожденным. Школа труда. Несвобожденным. То есть я к чему, что речь-то идет не о том, что выгоняет, а что одну функцию освоил, а и следующую осваивает. Да, вот так. Еще куда-то пошел. Хорошо справился с этой, порой, чем более важную, и так далее, и так далее. Значит, дорогие товарищи, время наше, к сожалению, окончается. Решите мне подведение итогов, пару слов. Значит, ну вот, дискуссия она показала и правоту Виктора Аркадьевича, что, конечно, вроде мы этим давно занимаемся, вроде мы тут, если не все, то многое знаем. С другой стороны, вот по характеру вопросов, ответов чувствуется, что здесь мы многое не знаем, что нам еще больше нужно познавать. И мне кажется, вот этот пафос выступления Михаила Васильевича, он как раз и говорит о том, что к этому надо отнестись новаторски. Если мы хотим построить советы, нам нужно сначала их понять, что это такое. Сначала науку свою, чтобы не получилось, как, значит, в начале века, там все-таки не самый грамотный был контингент и рабочих, и профессиональных революционеров, Сталин, скорее, понимая, что такое советы, писал об этом в основах, значит, ленинизма, в то же время так довольно легко расстался с этой формой. Хотя, теперь понимая, что для этого были там практически политические причины. Но вот наша задача, если мы хотим строить советы, построить их в конце концов, и чтобы они потом были жизненные, а не погибли снова через, там, 50-70 лет, мы должны это очень хорошо изучить. Я думаю, что, значит, это очередное наше занятие, оно сослужит в этом хорошую службу. Если нету возражений, нету возражений. У тебя власть не погибающего Совета. Это большая тема, потом мы говорим, ладно, мы уже завернем. Значит, тогда все. Спасибо за работу, за активную. До следующего учебного года. Первый... Первый октября, да. Что записать? Первый октября, да? Нет, первый четверг октября. Первый четверг октября. Первый четверг октября. Давай надо юридически, опорим, что-то не путем. Все, до октября, хорошего отдыха. Первый четверг октября.